МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 16 марта 1542 года, был избран на пост московского митрополита новгородский архиепископ Макарий. Еще раньше он прославился как составитель великих тщетей именей, жития святых. 16 марта 1870 года в Нижнем Новгороде впервые в России запущена Мартеновская вечь. Для отечественной металлургии это был гигантский шаг вперед. 16 марта 1884 года в семье священника родился Александр Беляев, будущий российский писатель-фантаст. 16 марта 1859 года также в семье священнослужителей появился на свет Александр Попов, создатель радио. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Степанович Попов родился в семье священнослужителей в 1859 году. Была даже вероятность, что он и сам пойдет по этой стезе. Большую часть детства он провел в духовном училище в Далматово, а потом была еще и Пермская духовная семинария. Но тогда же он обнаружил в себе живой интерес ко всевозможной технике. Еще ребенком он сумел из обычных ходиков и электрического звонка сделать будильник. И так в 1877 году он поступает на физико-математический факультет в Санкт-Петербург. В том же году в далекой Италии Гулиельмо Маркони, сыну богатого землевладельца, исполняется три года. И он также очень быстро заинтересовался электротехникой. Правда, об этом мы знаем лишь с его слов. Образования никакого он не имел. Он окончил не без труда начальную школу, зато с 13 лет вроде бы начинает посещать институтские концы. А в 20 лет он учится у крупного итальянского профессора Августа Ринни. Тот и очаровывает юношу невероятными чудесами электротехии. Надо сказать, что ко второй половине 1890-х годов физика уже была на пороге открытия радио. Немец Генри Керц уже открыл радиоволны. Француз Эдуард Бронли изобрел Кагире. Англичанин Оливер Лодж его усовершенствовал. Слово Кагире – это крайне важное устройство для радио из трубки и металлических опилок. Надо было еще сделать несколько важных шагов, чтобы объединить все наработки, усовершенствовать и начать уже принимать и передавать электрические сигналы на расстояние без проводов. То есть сделать радио. В число тех, кто приближал этот день, входил и Александр Попов. 7 мая 1895 года он впервые публично предострелил свой радиоприемник или грозоотметчик, потому что он должен был отмечать приближение грозовых разрядов. К слову, это был первый в истории практически радиоприбор. В России теперь этот день и считается днем изобретения радио. Правда, сам Александр Попов к своим трудам относился с христианской скромностью. Первая радиограмма, которую он передал из одной комнаты в другую, состояла из двух слов. Генрих Герц. Так он отдавал должное человеку, который открыл радиоволны, да и всем своим коллегам, которые делали с ним общее дело. Именно поэтому, когда Попов вскоре узнал, что в Британии выдан патент некоему Маркони на радиоприемник, он испытал по себе веемость неприятные чувства. Тогда патенты Маркони признали две страны – Британия и Италия. Научное же сообщество довольно единодушно и холодно отозвалось на эту новость. Уже упомянутый Оливер Лодж, один из отцов радио, как-то сказал. «Я всегда был высокого мнения о работе профессора Попова над беспроволочной телеграфой. Попов впервые достиг того, что сам сигнал осуществлял обратное воздействие. Я полагаю, что в этом и состоит новшество, которым мы обязаны Попову. Оно в скором времени было принято Маркони и другим». К тому же мало кто понимал, откуда взялся этот Маркони. Но вскоре итальянец проявил то, чего не хватало всем европейским учебам. Он оказался гениальным предпринимателем. Тот же Лож, когда его спросили, не думает ли он употребить свои наработки для усовершенствования телеграфа, сказал. «Я ученый, а не патчмейстер». Именно после того, как Попов узнал о бурной деятельности Маркони, он и сам начал патентовать свои радиоизобретения. В 1900 году получил патенты в Британии и Франции. В 1909 году Маркони получил Нобелевскую премию. Александра Попова к тому времени уже не было в живых четыре года. При этом до конца дней Маркони сопровождали бесконечные судебные тяжбы и скандалы. В 1935 году Верховный суд США вынес приговор. Гульельмо Маркони иногда называют отцом беспроводочной телеграфии. Однако он не был первым открывшим, что электросвязь можно осуществить без помощи проводов. Редактор субтитров А.Семкин